Память, которая останется в веках. Имена, что увековечены в мраморе. Траурное торжественное мероприятие, посвященное разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом, прошло в станице Северской у памятника Герою Советского Союза Гвардии старшему лейтенанту Семену Соболеву. Почтить память ушедших героев пришли школьники и студенты, представители казачества, сотрудники администрации района и ветераны. То поколение оставило нам в наследство великую победу, завещав приумножить то, что они сохранили. И сейчас эта непростая задача ложиться на плечи молодежи. С напутственным словом ко всем собравшимся обратился благочинный церквей Северского церковного округа Максим Белов. Ведь победа начинается с победы над собой, над своим страхом, над своей немощью. Победа начинается с того, что мы подаем друг другу руку не потому, что ожидаем получить что-то взамен. А потому что понимаем, что только вместе, в единстве мы один народ, одна страна. И эту страну нам надо сохранить. Глава района Адам Джарим поздравил всех с наступающей праздничной датой, после чего собравшиеся возложили цветы к памятнику героя-земляка. Февраль – важный месяц для Северского района. 18 февраля – день освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Память предков здесь чтут и бережно хранят, ведь именно в опыте прошлых поколений кроется залог спокойного и светлого будущего. Работа на местах – это всегда диалог с населением. Так, в формате живого общения прошел отчет главы Черноморского городского поселения о проделанной работе за 2018 год. Подробно освещались доходные и расходные статьи бюджета, результаты работы в сфере благоустройства поселения, работы жилищно-коммунальных служб, а также обращения граждан, которых за прошедший год накопилось 368, 307 из которых были выполнены за отчетный период. В 2019 году основными проблемами волнующими граждан стали состояние мусорных баков на территории поселения, водоснабжение и ремонт дома культуры. Очень остро встал вопрос разрешения торговых точек на территории населенных пунктов. Не менее оживленно прошла подобная встреча граждан с администрацией во львовском сельском поселении. Там жители больше всего волновали перебои с поставкой необходимых медикаментов. Также звучала просьба о помощи жителям, занимающимся сельским хозяйством и животноводством на территории поселения. Глава района Адам Джарим встретился с представителями инициативных групп Шабановского, Калужского и Григорьевского сельских поселений. В каждом из них за последнее время скопилось немало проблем, требующих решения на уровне муниципалитета. Поэтому жители обратились за помощью в районную администрацию. На совместных встречах с районным руководством принято решение создать инициативные группы, участники которых систематизируют все имеющиеся проблемы в населенных пунктах. Инициативная группа Шабановского сельского поселения составлен список вопросов. Среди них проблемы с уличным освещением, укреплением береговой линии, капитальный ремонт здания сельской администрации, ремонт автомобильного моста. Немало проблемных моментов отметили представители инициативной группы Калужского и Григорьевского сельских поселений. Первоочередным задачам, требующим решения, относится благоустройство, медицинская помощь, проблемы с мобильной связью и интернетом. В конце встречи глава района обратился к главам поселения и к заместителям с убедительной просьбой держать на контроле ход выполнения всех намеченных задач. В 21 веке еще далеко не все усвоили простую истину, не плюй в колодец, из которого пьешь. Пока экологи всего мира бьют тревогу о глобальных масштабах зарезнений, многие до сих пор по-варварски относятся к окружающей среде, бросая мусор под порог собственного дома. Кто-то предпочитает избавляться от бытовых отходов на чужой территории. Причем зачастую делают это не дети, а взрослые люди, отвечающие за свои поступки. На то, чтобы разложиться, пластиковой бутылке понадобится 180-200 лет, батарейке 100, а алюминиевой банке 500 лет. А вот определить, сколько нужно времени, чтобы воспитать в обществе бережное отношение к природе, практически невозможно. Навести санитарный порядок помогает организация субботников, но это не всегда решает проблему полностью, поскольку мусорят одни, а убирают за ними другие. Многие жители частного сектора признаются, что избавляются от отходов самостоятельно, но самовольная утилизация наносит не меньше урона окружающей среде. При сгорании большей части бытовых отходов выделяются токсичные вещества, которыми мы сами и дышим. Проблему с вывозом накопившегося мусора решить нетрудно. На сегодняшний день в Северском районе сбор бытовых отходов осуществляет 4 компании. Услуга эта, конечно же, не бесплатная. В частном секторе цена за вывоз бытовых отходов до 10 килограмм составляет 65 рублей, в многоквартирных домах – 50 рублей. Вывоз производится еженедельно. Важно понимать, что заключив договор с компанией по вывозу мусора, вы не только решаете проблему с утилизацией бытовых отходов у себя дома, но и подаете пример бережного отношения к окружающей среде другим. Древнеегипетская гробница Тутанхамона открыла двери после девяти лет реставрации. Её проводили специалисты Центра Гетти и Министерство по делам древности Египта. Для того, чтобы отремонтировать полы, пришлось выносить постамент с мумией. «Это невероятно ценный предмет. Мы были в огромном напряжении, стараясь безопасно переместить мумию. Потом нужно было вынести постамент и стекло. Постамент весит около 250 килограммов». Теперь в гробнице настелен новый деревянный пол. Также модернизирована система освещения. Специалистам пришлось усовершенствовать и вентиляционную систему. «Люди дышали, и появлялся конденсат. Внутри становилось душно. Нужно было это исправить и создать систему, по которой в гробницу бы поступал свежий воздух, и чтобы он сменялся каждые полчаса». Учёные также очистили настенную роспись. Гробницу Тутанхамона обнаружил в 1922 году британский археолог Говард Картер. Хотя её дважды грабили, но в ней сохранилось много ценных артефактов. Среди них знаменитая золотая погребальная маска. Она хранится в египетском музее в Каире. Тутанхамон жил более 3300 лет назад. Он взошёл на престол примерно в 10 лет и уже через 9 лет скоропостижно скончался. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова